Друзья мои, сегодня будет достаточно обширное занятие, которое я должен был, наверное, уже давно сделать, но не получалось. И теперь мы можем вплотную обсудить очень-очень важный вопрос. Это толстый кишечник и его влияние на многие органы в человеческом теле. На тему толстого кишечника я могу разговаривать 48 часов, а на следующий день еще 48 часов, потому что это настолько глобальная тема, от которой деться некуда. Толстый кишечник – это и спасение, и проблема, и процент онкологии толстого кишечника огромен, и роль толстого кишечника в жизни человека огромна. И поэтому сегодня мы попытаемся разобраться в этих вопросах, тем более, что мочеполовая система, как и мужчины, и женщины, находится практически на территории, расположенной с толстым кишечником. Итак, поехали. Толстый кишечник продуцирует огромное количество иммунных клеток. 62% Далее. И это плюс. Далее. Большинство патогенных микроорганизмов анаэробных, то бишь бескислородных, находится тоже в толстом кишечнике. Процент онкологии, связанной с толстым кишечником, огромен по сравнению с другими онкологическими заболеваниями. Различные опухоли располагаются по всему толстому кишечнику. И так как расстояние между другими органами в этой биологической машине очень небольшое, то вся патогенная флора гуляет из этого анклава по всему организму. Даже если мы берем простую, ненапичканную электроникой машину BMW или Mercedes, это тоже машина. И иной раз для того, чтобы устранить какую-то проблему, нужно перебрать ворох всевозможных вариантов. Что угодно может быть, почему машина не едет. То же самое, но может быть более сложно в биологической машине под названием «человек». Итак, если мы имеем загруженность толстого кишечника, может быть все что угодно. И кровяное давление, и проблемы с сердцем, и так далее, и так далее. 20 тысяч болезней официальная медицина называет в своих учебниках, и каждая болезнь может быть связана с проблемами толстом кишечнике. Следующий вопрос. Очень многие, очень многие не придают никакого значения состояния толстого кишечника. Многие люди ходят в туалет раз в неделю, например, и вообще считают, что это все нормально. У многих запоры по 5-6 дней, и это тоже считается нормальным. То есть кругом мы видим полное игнорирование, полное игнорирование толстого кишечника, и тем более его влияние на органы, тем более, которые находятся рядом с ним. Исходя из своего опыта, мягко говоря, огромного, у молодых девочек в 20-25 лет киста яичника может достигать 1-2 литров воды. В жидкости имеется в виду по размерам. О чем это говорит? О том, что очень быстро происходит оккупация организма. Очень быстро. И толстый кишечник принимает в этом очень большое и активное участие. Проблемы у мужчин. Простата у ретро, яички. Все что угодно тоже напрямую связано с толстым кишечником. Дело в том, что все эти органы находятся ну просто вот тут вот, рядышком с толстым кишечником. И вся инфекция гуляет. Если у нас есть какие-то новообразования в толстом кишечнике, то почему бы им не быть, предположим, в районе влагалища или в районе простаты у мужчин? Почему бы им не быть на яичниках у женщин? Почему бы им не быть в любых органах мочеполовой системы мужчины? Это воспаление, это эрозия, это опухоли. Со временем злокачественные опухоли, ну и так далее, и так далее. Очень часто мне пишут в фейсбуке, вконтакте, так а что же конкретно делать? Я на протяжении всех видео говорю одно и то же. Чистки организма это не такая простая штука. Это не почистить комнату, это не протереть мебель. Дело в том, что микроорганизмы интегрированы уже в ткани. Они уже находятся в определенных узелково-опухолевых состояниях. Это уже колонии, это уже полное содружество микроорганизмов. Понимаете, в чем дело? И когда кто-то говорит почистить, мне так хочется сказать, да что вы говорите почистить? Это как почистить? Их надо убивать. Чем это делается? На протяжении всех семи лет, и благодаря учению Евгения Лебедева, я делаю клизмы. Теперь задают мне вопрос, а скажите, пожалуйста, так с чем надо делать клизмы? Или с АСД, или с чистотелом, или с болиголовом, или с полынью, или с теми другими, или с содой, или... Дорогие мои зрители, да что бы вы ни делали, и то, что убивает микроорганизмы, это правильно. Просто эти клизмы надо чередовать. На своих семинарах, на своих занятиях, однодневных, двухдневных, десятидневных, я рассказываю, какие боли могут быть. Как балансировать на грани того, чтобы мы лечились, но вместе с тем у нас был шанс без особых болезненных ощущений все это делать. И весь вопрос заключается в том, что мы должны все делать правильно. Если мы делаем что-то неправильно, мы, соответственно, имеем негативные результаты. Если есть какие-то проблемы в мочеполовой системе, первое и самое основное, на что надо обратить внимание, это на толстый кишечник. Пишите мне в фейсбуке, пишите вконтакте, и я с большим удовольствием отвечу вам на все ваши вопросы. На сегодня все. Продолжение следует...